Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Герой соцтруда Фёдор Жмакин по большим военным праздникам всегда приходит к вечному огню помянуть отца. Он один из тех, кого называют неизвестный солдат. Погиб при обороне Москвы. Прошло время 60 лет. Слава Богу, на компьютере я нашел, где отец погиб, где захоронен. Захоронен под Москвой в то время. Там бои шли большие. Для генерала Анатолия Шиповалова, героя афганской войны, этот день тоже особенный. Сегодня собрали сюда, особенно молодежь, правильно сделали, чтобы приходят сюда, чтобы поклониться этим людям, которые отстояли независимой нашей страны. И поддерживать боготовность, ибо это святое дело. Потому что защищать свою родину – это и есть самый священный долг гражданина нашей страны. Дата 3 декабря – День неизвестного солдата – выбрана специально. В этот день, в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома вермахта под Москвой, прах неизвестного советского солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили у Кремлевской стены в Александровском саду. В современной России День неизвестного солдата массово отмечают уже шестой год. Кроме возложения цветов к вечному огню и к мемориалам, в школах, колледжах и институтах проходят уроки мужества. Сегодня почтили память героев на площади славы депутаты, представители органов власти и патриотических клубов. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.